Всем привет! В этом видео я расскажу вам о лучших бюджетных смартфонах в ценовой категории до 5000 рублей. Пятое место. Home Tom HT16. Начнем со смартфона, который можно приобрести по стоимости в 3 с небольшим 1000 рублей. Характеристики ожидаемо низкие. Процессор простенький. Оперативной памяти всего 1 гигабайт. Постоянный 8 гигабайт. Этого набора хватит лишь для нескольких важных приложений и простейших игр. Похвалить можно 5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 пикселей. Он обладает достаточной яркостью и цветопередачей. Батарея на 3000 мАч. Учитывая невысокую производительность, хватит на пару дней автономной работы. Также внимание заслуживает дизайн. Ничего выделяющегося, но фактурный рисунок на задней крышке делает внешность чуточку интереснее. Что редко встречается в классе крайне дешевых смартфонов. Всерьез придраться можно лишь только к отсутствию 4G LTE, но для обычного телефона его производительности и 3G хватит с головой. Четвертое место. Ulefone S8 Pro. Внешний аппарат крайне хорош. Дизайн в чем-то напоминает Xiaomi Mi 5, но задняя крышка здесь съемная. Под ней расположился аккумулятор емкостью 3000 мАч, которого при умеренном использовании хватит на пару дней работы, а особо нагрузить устройство и не получится. Внутри установлен простенький четырехъядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти, постоянной же 16 ГБ. Современные 3D игры будут тормозить, но система судя по отзывам работает очень шустро. Определенная заслуга в этом принадлежит голому Android 7.0. Экран 5,3 дюйма с HD разрешением. Плотность пикселей невысока, но яркость и цветопередача нареканий не вызывают. Одной из главных фишек устройства является двойная камера. 13 мегапикселей, в действительности это 8 мегапикселей с интерполяцией, плюс 5 мегапикселей. Модули делают достаточно хорошие по качеству снимки, особенно для своей стоимости. Фронталка соседствует с яркой вспышкой, для селфи идеально. Тройку лидеров открывает очень популярный среди пользователей сайта AliExpress смартфон Oukitel S8. В первую очередь модель выделяется непривычным и по сей день соотношением сторон экрана – 18 на 9. Диагональ 5,5 дюйма, но за счет вытянутой формы телефон не ощущается в руках излишне громоздким. Придраться можно лишь к относительно невысокому разрешению – 1280 на 624 пикселей, что упростительно, учитывая минимальную стоимость. Внешность не назовешь необычной, но есть пять интересных цветов – черный, золотой, розовый, голубой и фиолетовый. По начинке ничего поражающего. Процессор и объемы памяти такие же, как у предыдущего участника. Также имеется сканер отпечатков пальцев на задней крышке. А вот отсутствие 4G LTE очень расстраивает. Хотелось бы, чтобы телефон был инновационный во всем. Второе место. QBOT King Kong. Это самый доступный защищенный смартфон. За защиту по стандарту API68 придется отдать лишь около 5000 рублей. При этом, покупая телефон в официальном магазине QBOT на Алиэкспресс, вы получаете за небольшую доплату год гарантии, действующий в России. Такого не предлагает практически никто. Но давайте вернемся к King Kong. Дизайн традиционно брутальный. Острые грани, толстые рамки, металлические вставки по краям и много, очень много винтов. Внутри установлен простейший процессор MT6580 и 2 гигабайта оперативной памяти, выдающие порядка 15 тысяч баллов в Antutu. Хватит разве что для базовых приложений и казуальных игр. Постоянной памяти 16 гигабайт. А камеры не могут похвастаться выдающимися результатами, но для съемки документов или красивого таяжного пейзажа вполне пойдут. Батарея на 4400 мАч при умеренном использовании хватит на 2-3 дня работы. Первое место. Duo G U8. Буквально несколько лет назад за 5000 рублей можно было купить лишь миниатюрный смартфон с простейшими характеристиками. Сегодня же перед нами Duo G U8, глядя на который думаешь о вдвое большем ценнике. В первую очередь в глаза бросается дисплей, вытянутый с тонкими рамками и каплевидным вырезом под камеру сверху. Жаль, качество не идеально. Разрешение 1280 на 600 пикселей, яркости на солнце немного недостаточно. А задняя крышка достаточно привлекательна. Есть не только черный, но и красиво переливающийся синий и изумрудный цвет. Внутри придраться не к чему. Процессор выдает в Antutu порядка 40 тысяч баллов. Но оперативной памяти аж 3 гигабайта и 16 гигабайт постоянной. Работать с устройством вполне комфортно. Также поражает версия OS. Android 9.0 самое свежее на момент съемки видео. В остальном все типично для китайцев. Две симки, не очень хорошая двойная камера и батареи на 3400 мАч. Ссылки на все телефоны я оставлю в описании к этому видео. А вы в свою очередь обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Всем удачи, еще услышемся.